Налоги глазами детей. Фискальная служба продолжает проведение ежегодного всеукраинского конкурса детского рисунка. Главная задача привить юному поколению лучшие традиции налоговой культуры. Накануне подвели итоги второго тура 10-го юбилейного конкурса. Эти работы сделали своими руками ученики общеобразовательных учебных заведений в возрасте от 9 до 15 лет. Не каждый взрослый может смастерить подобное. А здесь не просто детские рисунки и поделки, а осознанные работы, сделанные с пониманием проблемы неуплаты налогов в нашей стране. Различные мультипликационные герои не только исполняют развлекательную роль, но и призывают платить налоги вовремя. Этот конкурс давно перестал быть просто конкурсом детских рисунков. Сегодня все творческие работы оценивает компетентное жюри, учитывая неординарность, креативность и уникальность каждой поделки. То, что мы сегодня с вами видим, то, что мы видели предыдущее десятилетие, эти все работы, конечно, заставляют нас задуматься. И, во-первых, мы видим индивидуальность людей, детей, будущее нашей страны, по сути своей. И, конечно, выглядываясь в работы, можно сказать, что подчас приходится видеть ювелирные творения. На областной тур конкурса поступило около ста работ. Всеукраинскому финалу предшествуют районы и областные отборочные конкурсы. Всего более 500 школьников из городов и сел Запорожской области подали в налоговой инспекции свои работы. Конкурс проводился по трем направлениям творческой деятельности. Это литературные произведения, это произведения декоративно-прикладного искусства, так и художественные произведения, рисунки, которые являются нашей третьей категорией. Лучшие из работ будут представлять Запорожский регион на всеукраинском конкурсе.